Всем привет! С вами Кардив. Мы продолжаем прохождение Passive Exile. Сегодня мы продолжаем проходить 9-й акт. В прошлый раз мы остановились где-то на середине как раз прохождения, в Предгорье, локация 62-го уровня. Нам необходимо выполнить квест «Повторяющийся кошмар» для получения необходимых частей, чтобы пробиться в брюхо зверя. Это задание дал нам грех. В итоге, после того, как наша кампания здесь завершится, удастся, мы сможем наконец вернуться в 10-й акт и убить Китаву. Надеюсь, осилим. Итак, мы отправляемся в Предгорье. Нам нужно вызвать наших приспешников. Вызываем священную реликвию. Голема. Ауры активированы. Зомби мы поднимем уже в следующей локе. Тут сразу же после портала есть проход в Кипящее озеро. Туда мы и пройдем. Наша задача сейчас убить Василиска и забрать кислоту. Для того, чтобы приготовить тот самый рецепт. Точнее, блюдо по рецепту. Поднимаем зомби. Так. Всего у нас их сейчас 6 единиц, насколько я помню. 5. И 6 единиц. И 6 единиц. И 6 единиц. Да, есть. Отлично. Кипящее озеро. Локация, которая представляет собой пустыню. Точнее, озеро, которое скорее полностью выкипело уже. Да, и остались только какие-то горячие источники. Здесь мы встречаем преимущественно тех противников, которые видели на высохшем озере в четвертом акте. Много костяных лучников. Скорпионов. И наша задача найти проход к боссу. Да, вот сейчас у меня повысился уровень камня дисциплины. Это аура, которая дает энергощит. Появилась идея прокачать эту ауру. И использовать ее каким-либо образом. Пока еще непонятно как, потому что у нас мано-резервации не хватит. Она требует 35% от пула маны. У нас сейчас занято уже 25, плюс 50, 75. То есть, либо нам придется жертвовать спешкой. Либо что-то придумать для снижения резервации маны аурами. Встречаемся с синдикатом. С очередным караваном. На днях была анонсирована Лига Синтез. В Pass of Exile. Мы обязательно будем в нее играть. Уже более быстрым темпом. Насыщенным. И там предательство будет сохранено. Основные механики. То есть, с синдикатом мы не прощаемся. Будем продолжать встречаться с этими ребятами на картах. И в локациях. Как раз начиная с девятого акта. Так, ну и вот мы наконец победили Элриона. Нам даст немного больше информации. Да, кстати, я совсем забыл, что у нас открытое исследование. Нам туда нужно будет отправиться сейчас. Повышаем уровень камней. Пока мы используем еще пылающие черепа. Неистовые духи на нашем луке. И когда мы убиваем врагов, призываем одного неистового духа. Возможно, скоро мы будем сотворение призраков использовать. Так, ну и вот мы находим застывшие статуи. То есть, окаменевших воинов. Которые, видимо, пытались бросить вызов Василиску. Вот сам Василиск. У него довольно интересная механика. При которой он может заставить нас окаменеть. Чтобы этого не произошло, нам нужно периодически менять нашу позицию. И вот после того, как Василиск умирает, все воины, которых он поработил, оживают. И, соответственно, мы с ними расправляемся. Получили кислоту. Вот эта кислота. Видимо, это какой-то орган. Как-то раз, знаете, понадобился Василиск на роль экзотического питомца. Патриции были столь жестокосердечны, что, несмотря на кипевшую внутри едкую кислоту, бедная тварь не смогла выжить в этом гадюшнике. Понятно, небольшая минута юмора от разработчиков. Так, можно сдать кислоту греху сразу же в лагере. Спасибо тебе за труды, но в смеси должны быть и кислота, и пыль. Возвращайся, когда отыщешь вторую половину нашей едкой пары. Ну, это нам известно. Обязательно так и сделаем. Сейчас продадим лишний лут, который нам тут выпал. Отправимся в укрытие синдиката. Сделать это можно будет из убежища. Телепортируемся сюда. Говорим с Джун. Показать расследование. И вот мы можем отправиться в укрытие синдиката. Так, у нас здесь есть три члена синдиката. Хилок, Йорген и Янус. Янус нам дропнет просто монеты пирандусов. Хилок позволит увеличить качество фласки, флакона какого-то, до 26, насколько я помню. И Тан Йорген дает возможность превратить амулет какой-либо в талисман. Вот с этим могут быть проблемы, потому что я заранее не готовил какого-либо талисмана. Флакон можно найти. Так, флакон, флакон, поищем. Флаконы действующие у нас. Ну, флакон, дающий броню, можно апнуть по идее. Но хотелось бы какой-то уникальный флакон все-таки использовать для этого, потому что повышать качество на уникальных флаконах особенно тяжело. Я думаю, что обещание от Зири можно таким образом прокачать. Да, тут не самый, конечно, лучший ролл на этом флаконе. Но все лучше, чем ничего. Так, и насчет амулета. Есть ли у нас какой-то амулет, который мы хотим таким вот образом бафнуть? Так, это я здесь шансил зодиаки. Доспехи зодиака. Две полных вкладки надо будет это сделать, видимо. Я уже совсем забыл. Так, и нам нужно найти какой-нибудь амулет неплохой. С энергощитом желательно. Так, ну это такое себе. Здесь аюты жизни, энергощит. Много резистов. Баф к атакам. Ну, на Безрыбье можно попробовать с этим амулетом что-то сделать. Так, что у нас здесь есть? Так. Хорошо. Сила, ловкость, характеристики, энергощит. Кстати, вот это даже поинтереснее. То есть у нас этих статов как раз не хватает. И можно будет что-то с этим сделать, попробовать. Отправляемся в укрытие. Исследование это самое редко встречающееся убежище синдиката. Его раскладка напоминает разрушенный город, Сарн, третьего акта. Нужно найти проход, подымаясь и опускаясь по лестницам. Самые ценные награды, наверное, в синдикате, в принципе, в этом исследовании содержатся. Поэтому он так редко встречается. Правда, опять же, в патче 3.6 в синтезе разработчики обещают увеличить частоту, с которой можно будет встретить это убежище. Поэтому будем надеяться, что оно будет более полезным, чаще встречающимся. Так, ну, слышно, наверное, на заднем фоне у меня соседи решили стройку устроить. Так что извиняюсь за качество звука в некоторых местах. Так мы движемся вперед постоянно, продвигаясь ко входу в убежище синдиката. Так, еще и ларет здесь нам встречается. Странно, вроде, раньше я никогда не видел, чтобы прокали ларцы. Хотя нет, было такое уже. Еще довольно долго нам бежать, надо ускориться. Потому что ценного все равно здесь ничего, по большому счету, не роняют противники. Попробуем сразу. Нет, не достает. Прыгнуть не можем туда. Кстати, у нас уже трое зомби. Пали. Смертью храбрых. Возвращаем их. Еще одного нам нужно. Так, раз, шесть. Отлично. Повышаем уровень всех камней. И вот он, Хилок. Главарь синдиката. Ну, именно подразделение исследования. Так, и Райкер остался. Точнее, Янус. Личинка сущности. На старте дополнения это кольцо стоит огромных денег. Позволяет нам... Так, еще щит нам, кстати, для питомцев. Достаточно интересный щит. Личинка дает плюс два к уровню размещенных камней Ау. Размещенные камни не удерживают ману в принципе. Но при этом есть 40% увеличения объема удержанной маны в целом. Как это можно обыграть, пока не знаю. Ну и Милосердие Викторио. Оно позволяет ближайшим союзникам получать заряд энергии при убийстве. И 5% шанс даровать ближайшим союзникам заряд ярости при нанесении удара. То есть можно своих приспешников бафать зарядами. Еще увеличение области действия умений Аур дает. Так, ну что же, допрашиваем Хиллока. Для того, чтобы получить об организаторе чуть больше информации, Хаку занял это место. Вместо капитана, вместо него. И так, да, вот мы Кодира встречаем. Это потому что Янус здесь был. Верстак Синдиката превращает неуникальный амулет в талисман второго уровня. Давайте попробуем. И таким образом у нас все возможные характеристики сохранились на талисмане, кроме имплисит-мода. То есть собственного свойства оно давало раньше 16. А, к силе оно что-то давало там. Да, но было заменено на регенерацию 2% здоровья в секунду. Что, наверное, все-таки пополезнее. Даже не наверное, а в разы пополезнее. Можно это будет как-то использовать. Так, ну что же у нас тут. Немного монет пирандусов. В лиге предательства монет все-таки достаточно мало. Их можно получить только вот в исследовании, но это совсем копейки. Также их можно получить через скоробеев пирандусов. Там, опять же, не так много их можно получить. Что нам хочет Кодира предложить? Вы обратили свой взор на знатока, образованного ценителя утонченных и опасных вещей. Я, Кодира, готов поделиться этими редкостями. Видавший роскошь и величие, теперь я лишь скромный коробейник в погоне за былым богатством. Золотыми монетами чеканки дома пирандусов, что были тайно вывезены в золоченных сундуках, из-под носа у этого загребущего узурпатора, святоши вола и сфивр. Можем ли статься, что в странствиях вам встретились такие сундуки? Если так, я мог бы предложить вам антиквариат с замечательными свойствами, апофеоз ремесленного искусства. Все, что я прошу взамен, это содержимое тех самых сундуков. Удивительная удача, но именно сейчас у меня завалялось настоящее чудо. Реликвия столь грозная и великая, что я и думать не смею о том, что она может сотворить в руках решительного человека. За небольшую плату она может стать вашей. Что же там такое грозное? Глаз Чи Юлы. Ну, на самом деле, не такое уж грозное. Глаз Чи Юлы периодически падает и просто так. Кстати, его можно апнуть благословением Чи Юлы специальной сферой, повысив и превратив в другой уникальный амулет, который ценится в разы выше. Ну, сейчас у нас даже монет такого количества нет. По-моему, вот сейчас мы получили 70 монет всего, и в сундуке у меня какое-то количество, но даже столько нет. Так что отказываемся. Манифест Дающего Жизнь 4 Мы хороним мертвецов. Большое желаем большего, вот только зачем? Здесь и сейчас у нас есть инструменты, которые полностью отменяют потребность загробной жизни. С помощью волшебства мы можем построить утопию даже здесь, в Реклосте. Раньше нам не хватало на это времени, но дар рогов дал нам это время. Братья и сестры, скоро появится новая империя, основателями которой станем мы с вами. Даже умершие во имя цели будут снова жить среди нас, а их имена лягут в фундамент нашей утопии. Ну, посмотрим. Так и... А, мы можем даже два флакона. Я совсем запамятовал, действительно. Ну, в таком случае можно будет гранитный флакон повысить качество. Потому что мы его будем использовать конкретно этим персонажем. Два верстака, потому что Хиллок являлся капитаном этого подразделения, поэтому удваиваются награды. Так, ну сначала обещание от Зири повысим. Длится 3,5 секунды, повышаем качество до 26, и теперь 4,40. То есть, почти на секунду больше. Это отлично. Так, и точно таким же образом повысим качество гранитного флакона. 6,30 секунд. Тоже на секунду больше. Отлично. Достаточно полезно, неплохо, приятно. Амулет неплохой получили. Отправляемся обратно. Так, щит нам точно не помощник здесь. Остальное пока оставим. Так, кладем это все в тайник. Да, складываем всю валюту. Флакон пока просто положим, чтобы он где-то лежал. Отпускай здесь. Так, что-то игра стала подлагивать. Да, мы хотим покинуть эту область. Отправляемся обратно в предгорье. Для того, чтобы получить вторую часть предмета. Для открытия прохода в брюхо зверя. Так, мы вернулись в предгорье. В кипящее озеро мы теперь не пойдем. Нужно открыть проход в тоннели. Те самые тоннели, в которых добывались камни добродетеля. Да, ну вот, собственно, какие-то лаги, которые, по всей видимости, происходят на серверах. GGG. Восторг картографа. Карта пятого уровня. Посмотрим, как себя дальше игра будет вести. Ну, вроде по-божески. Так, расправились со всеми. С теми противниками можно проходить дальше. Заходим в тоннель. Тоннель это промежуточная локация, которая позволяет нам просто пройти дальше. Но самое важное, что здесь содержат, это еще одно из испытаний лабиринта. Для того, чтобы мы могли отправиться в третий лабиринт. Так, прокачаем очко умений. Еще немного энергощита и повышение скорости перезарядки. Да, и вот совсем рядом уже испытания лабиринта. Это испытания с пилами циркулярными, которые медленно движутся. Здесь их будет очень много. Просто колоссальное количество. Нужно быть аккуратными. Почаще использовать умение передвижения. Ух, очень больно. Так, ну вот мы по кругу прошли. Божественный флакон жизни. Но, кстати, у нас очень слабые флаконы. Я даже не обращаю на них внимания, потому что очень редко использую. Ну и два флакона здесь явно лишние. Один флакон нужно будет сменить. Так, активируем испытания. Вот у нас в коснице осталось следующее испытание. Пройти для прохода в третий лабиринт. Здесь мы все зачистили. Значит, бежим по вот этому маршруту. Локация очень напоминает шахты четвертого акта. Те же самые противники. Ну, неудивительно, потому что и те, и те шахты использовали для добычи тех самых камней умений, которыми мы сейчас пользуемся. Со всеми расправились. Хорошо. И открываем портал. Отлично. И совсем рядом здесь должен быть проход уже в следующую локацию. Так, наверное, наверх нам нужно пройти. Вот он проход в каменоломне. Именно здесь мы сможем встретить греха. Каменоломня достаточно популярная локация у игроков, потому что здесь в самом центре есть точка телепортации. Кстати, тут проход в локацию вал. Сейчас не пойдем туда. Просто бежим в центр. А, здесь еще и Альва нас ждет. Так, открываем портал, чтобы сразу активировать. И сдаем греху. А, мы не можем ему ничего сдать точно. Я же совсем забыл, что мы еще не получили нужную нам часть. В таком случае отправимся поговорим с Альвой. Что она нам предложит? Так, она предлагает нам пустую локацию коридора. Да, осколки. Ну, здесь, так как осталось всего пару проходок, нам нужно брать что-то, что даст на первом уровне хорошие награды. В данном случае это осколки разлома. Хотя бы что-то. Нам нужно бежать для получения вниз. Убить архитектора, который в этой части находится в этой комнате. Ну, и вот мы его находим, фокусируем урон приспешников на нем, стираем его в пыль. И теперь наша задача получить камень переходов, для того, чтобы в принципе сюда можно было пройти. Пока что он не падает, уже 4 секунды осталось. И совсем нет синих противников, чтобы таймер увеличить. Такое иногда тоже бывает. Судя по всему, ничего мы не успеем уже, да. Очень мало противников. Соответственно, не было возможности увеличить таймер. И теперь мы должны бежать в верхнюю часть данной локации, для того, чтобы найти проход на фабрику. На фабрике как раз-таки переработки камней и добычи специальной соли, с помощью которой эти камни очищали. Мы можем найти терракотовую пыль. Терратновую, точнее. Предполагаю, что она где-то здесь. Здесь. А может быть и нет. Обычно в верхней части локации проход. Попробуем вернуться назад. Может быть мы просто не добежали. Значит надо подняться чуть выше. Это скорее всего проход даже не на фабрику. Давайте проверим. А нет, все правильно. Фабрика. Отлично. Заходим внутрь. И нам найти нужно будет босса, в локации с которым падает как раз-таки та самая пыль. Для этого все время движемся наверх. Ух, укрытие синдиката. Как давно мы его не встречали. Даже не знаю расстраиваться ли по этому поводу или радоваться. Ух, укрытие это не очень приятная фишка синдиката. У многих игроков они раздражают. Райкер. Он нам хочет дать больше информации. Отлично. Лук смерти. Хорошо. Нам он ни к чему. Ну, продадим вендору. Получим алхимию. Бежим наверх. Да, еще чуть-чуть выше нужно пройти. Тут довольно запутанные залы. Могут быть. А вот он и босс. Стратег Адас. Наши питомцы почему-то... А, вот они наконец пришли. Ух, как же он больно бьет. Призываем лучников. Пока еще которые не залинкованы, но скоро мы их залинкуем. Так, убили стратега. Он убил аж целых 5 наших зомби. Да, сильный противник. Активируем котел и получаем терратную пыль. Карта затопленной шахты нам выпала первого уровня. Хорошо. Оправляемся в лагерь. Сдаем пыль греху. Множество ошибок обрело покой, а могучий стратег повержен. Этой смесью мы оказываем последние почести. Теперь со всеми ингредиентами на руках я сварю чудесную, столь нужную нам смесь. Мир не видел более едкого состава, если не считать саркастично составленные замечания, мой дорогой Гарухан. Давай встретимся у кровавых прудов возле раны и прожжем себе путь в брюхо зверя. Окей, продаем лишнее. Арфа смерти. Это лук, который можно через пророчество сделать очень хорошим и ценным, но нам он все равно ни к чему. Продаем, получаем осколки алхимии. Все сдаем вендору. Так, восток картографа, отлично. И что же дальше? Аж дальше мы отправляемся обратно в локацию каменоломни. Вот здесь вот открылся проход брюхо зверя. Нам нужно поговорить с грехом, в первую очередь. Чтобы открыть проход. Мы стоим посреди разлагающихся останков моего творения. Знаешь, что забавно? В прошлом я поднял зверя на пьедестал гордости и радости от содеянного. А теперь посылаю тебя пробить брешь в испорченной черноте моего любимца. Я приготовил зелье из плодов нашей охоты и нанесу его на ослабленную пленку. Мы встретимся в черном чреве, где и продолжим свои труды. Так, все, открылся проход брюхо зверя. Но у нас еще не все дела сделаны в локации каменоломни. Во-первых, давайте действительно получим сущность. Сущность всегда полезна. Отлично. И поговорим с альвой. Нужно будет флакон один нам зашансить на невосприимчивость к поджогу. Потому что энергощит тает на глазах и не регенерирует, пока на нас поджог. Это неприятно. Так, мастерская огней. Опять... Я все пытаюсь уже который раз до третьего уровня ее повысить. И мне все не удается. Игра не хочет, чтобы у меня это вышло, наконец. Ну, будем повышать. И вот сюда нам нужно постараться открыть проход. К вершине отца атли мы так и не можем пробиться пока что. И, видимо, не пробьемся уже. Ну, хорошо. Значит, убиваем архитектора и идем сюда. Единственное, зомби надо поднимать. Пока что они все еще наша основная мощь и сила. Шесть. Все отлично. Идем наверх. Так, ну, здесь уже чуть лучше с противниками. Да, вот мы получаем камень переходов. Осталось убить архитектора. Вот он. И бежим теперь открывать проход. Вот в эту часть. Все. Открыли сюда проход. Отлично. Ну, и теперь просто дочищаем, чтобы получить чуть-чуть больше лута. Все, всех убили. Вот, кроме этого. Куча трешовых, уникальных предметов, которые мы будем продавать. Так, и теперь у нас осталось еще одно дело, которое мы должны сделать. Это найти Аюн. И постараться спасти ее от сестры Киры. Обычно этот квест находится сверху. Но вот сейчас, честно говоря, раскладка, видимо, как раз-таки необычная. Будем искать в нижней части локации. Прорываемся ниже. Может быть здесь где-то этот квест. Но пока здесь только ларец. Сфера соединения всегда хорошо. Где же ты, Аюн? Так, посмотрим локацию еще раз. Да, видимо, где-то вот в той части локации нужно поискать. Да, все правильно. Вот здесь. Вот он проход. Алтарь ветров. Заходим внутрь. И находим здесь Киру. Прислужницу Горухан. А вот сама Горухан. Богиня ветров. Бой достаточно сложный с Горухан, потому что нужно постоянно двигаться, не стоять ни в коем случае в вихрях, которые на нас надвигаются. Периодически фазы сменяются. Сама Горухан, которая сейчас нас атакует, пропадает. И появляются приспешники. Вот они подходят. А нет, это еще Горухан в инвизе. И вот ее приспешники. Ну, и в конце концов, в вихре становится огромное количество. Практически негде стоять. Мы убили Киру. Где же Горухан? Вот она. Практически чуть не пробила. Так, ну и вот грех. Извлек душу последнего бога. Мне стыдно за ужасы, которые мы творим собственными руками. Горухан была сложной натурой. Жутко упрямой, отвергающей даже мысль о поиске иного пути. Мы даровали ей небесное погребение, самое лучшее из возможных. Даже в старые времена она была тщеславна сверх всякой меры. Тщеславие ее изгубило, несмотря на все мои предостережения. Любовь моя, взгляни, куда тебя это привело. Вот мы получаем последнюю душу. 5% шанс уклониться от атак, если вы недавно получали жестокий удар. Насколько я помню, жестокий удар это когда мы получаем какой-то урон, отнимающий за раз свыше 30% наших жизней. Для персонажей, которые на уклонении у вороте строят свой билд, возможно это будет интересно, потому что они очень часто получают жестокие удары. Нам пока это не нужно. Подбираем квестовый предмет. Перо сихемы. Как мы узнаем, достойна ли сихема власти? Ее помажет великий рух в тени крыльев, в котором мы растем и возвышаемся. Подбираем амулет и мы можем отправиться в лагерь для того, чтобы передать перо сихемы либо тасуне, либо ираша. То есть каждый из них ждет у нас это перо. В зависимости от того, кому мы его отдадим, тот и станет правителем макет. Сложный выбор. Пока не знаю. Так, ну... Неплохой на самом деле амулет. Пускай пока он у нас останется. Уникальные предметы продаем, ни к чему они нам. Сдаем всю валюту. Флакон. Флакон мы хотели обновить. Этот можно уничтожить просто. Так, ну и тасуне, честно говоря, мне немного не нравится. Что-то в нем есть подозрительное. Его в детстве нашли в пустыне. Точнее его, как слабого ребенка, выкинули в пустыню, но он там не умер и каким-то образом выжил. И вернулся обратно. Наверняка, что-то тут какие-то темные силы замешаны. В этом не доверяем тасуне, отдадим и раше. Что она более интересна и привлекательна. Эта Ахара не помнит столь мрачных дней со времен гибели Дешред. Наши боги оказались ложными. Наша Сихема мертва. Но ты предлагаешь надежду хоть родом не из этих мест. Без пирата Суни никогда не завладеет македами, даже если утонет во лжи и слезах. Мои люди этого не допустят. Смерть Аюн означает только одно. Мне надо забрать перо Сихемы и оседлать македы. Нас ждет очень нелегкий путь. Наша вера умерла вместе с уничтоженными тобой богами. Но в глубине сердца я все равно верю, что мы выстоим. Это тебе за хлопоты. Видно, я ошибалась. Иногда добро приходит даже из чужих краев. И мы получаем еще одну книгу умений. Отлично. Активируем. И сразу же вкладываем очко умений в ключевое умение внутренние резервы. Плюс 30 к плоскому энергосчету. 15% ускорения начала перезарядки энергосчета. И 10% повышения скорости перезарядки. Для нашего персонажа крайне полезные статы. Берем. Так, ну и пока что к иммунитету к хаосу мы не готовы. У нас слишком мало энергосчета. Нужно будет его повысить перед этим. Поэтому будем брать немного другие умения. Нам нужно будет взять обязательно обед фанатика. Вместо здоровья регенерируется энергетический щит. Потому что скоро нас до здоровья пробивать уже человек часто не будут. И мы возьмем вот здесь вот броню и энергосчет. Броня и энергетический щит. Очень много статов и сопротивление всем стихиям. То есть сначала мы пойдем сюда. Дальше возьмем наверное обед фанатика. Дальше будем уже тщательнее набирать энергосчет. И получать иммунитет к хаосу. Так, ну что же. Дополнительный квест мы выполнили. Теперь нужно отправляться в средоточие тьмы. Давайте поговорим с Ирашей. Традиция маракетов. Не суть важно кто ты или где твоя родина. Все мы рождены матерями. Они защищают нас, дают нам пищу. Наш долг чтить эту величайшую долю. Без матери никто не поможет даже топтать эту землю. Поэтому главная заповедь наших традиций гласит. Почитай мать, почитай жизнь. Правосудие маракетов. Когда мне было 12, я сравнен в Астирии, явилось трое мужчин. Я им приглянулась. Они попросили воды, но забрали куда больше. Когда женщины макет наконец-то их поймали, мне предложили собственноручно казнить мужчин. Я с радостью согласилась. Даже в 12 лет я знала цену, которую платят за вероломство по отношению к Ахаре. Тасу не понимал, что Аюн не выживет в лапах этой обнаглевшей твари. Но даже не попытался ее спасти. Если мне когда-нибудь позволят наказать его за предательство, я сделаю это с удовольствием. Тасу не. Заносчивые мужчины вечно желают власти над тем, что им не принадлежит. Можно подумать, болтающийся между ног кусок мяса, не весь чего дарует им мощь и славу. Для власти у мужчин не хватает мозгов. Без должного наставления они разрушают все, до чего дотянутся. Лучше оставить испытания властью женщинами. Они знают, как скармливать, растить и защищать. Петарус и Ваня. Это парочка чужаки редкой породы, стоящей хоть в крупице соли. Я не слишком рада их постоянному околачиванию в Ахаре, но спорить не буду. Людям они по душе. Они нравились Аюн, да и мне, в общем, не стоят поперек горла. Несмотря на неуклюжесть попыток перенять часть наших традиций. Гарухан. Когда я была еще ребенком, мать рассказывала мне предания о старых богах. Им следовало бояться и почитать, как воплощение вечного духа маракетов. Но эта ложная царица Гарухана казалась всего лишь богиней вранья. Приняв убитую Кирой Аюн в виде жертвы, богиня сама выбила опоры из-под наших самых сокровенных убеждений. Почитание матери, почитание жизни. Кости нашей матери племени были переломаны в пыль, только из-за безумия божеств. Если старые боги не могут соблюдать собственноручно установленные законы, то как мы можем придерживаться традиций? Наверное, пришло время новых обычаев. Мы придумаем их по собственному разумению, без оглядки на прихоть ложных и себелюбивых богов. Госпожа Диала. Своими вероломными деяниями и слепой любовью царица Каменитов многому нас научила. Ее тело осталось здесь, в окружении цветов. Она служит всеобщим напоминанием, что в погоне за желаемым лучше не терять голову. В конце концов, кто может сказать, где пролегает черта между дерзким честолюбием и глупой гордыней? Торговля. Я и моя Дехара поклялись защищать свой народ, поэтому всегда остаемся на стороже и не даем клинкам затупиться. Из-за этого у меня под рукой есть целая куча оружия. Если захочешь пополнить свой арсенал, мы наверняка сумеем договориться. Кровь зверя. Да, убийство страшного зверя удивительно храбрый поступок, но такими подвигами ты навлекаешь на наш дом немалую беду. Вода окрасилась в красный цвет из-за ядовитой испорченной крови. Чтобы наполнить сосуды и напоить скотину, людям приходится ходить за водой в дальние дали. Мы словно оказались посреди великой засухи, хотя вода есть прямо посреди деревни и будто дразнит нас. Ну что же, отправляемся как раз таки в брюхо зверя. Телепортируемся в каменоломню. И заходим внутрь. Брюхо зверя очень напоминает локацию четвертого акта, только здесь уже явно видны следы разложения. То есть зверь уже мертв. Вот эти глаза, которые раньше смотрели, зрачки на нас, теперь уже неподвижны. Нам нужно просто двигаться дальше и стараться как можно быстрее выбраться из этого поганого места. Так, отлично. Продолжаем продвигаться вглубь этого рукава. Вышаем уровень расколотой стрелы. Достаточно, в принципе, не так запутанно, как я предполагал изначально. Потому что бета-локация мне всегда, скажем так... В четвертом акте не очень нравилась, потому что сами видели, насколько сложно там найти верный проход. Сразу же теряем время, очень часто возвращаемся назад. Здесь довольно просто пока что. Может быть, мне просто везет. Но еще будет брюхо зверя второго уровня. Там, возможно, чуть запутаннее будет. Здесь какой-то поворот. О, и синдикат. Тут как тут. То, что сбежало. Насправились. Нападение плюс 10 информации. Окей. Да, это был тупик. Значит, сюда. Гниющее нутро. Да, это не брюхо зверя второго уровня. Это гниющее нутро. Я перепутал, потому что выглядят они практически одинаково. Только здесь немножко другая цветовая палитра. Но схема расположения та же самая. Ну, достаточно быстро мы нашли проход. Удивительно. Средоточие тьмы. Заходим внутрь. И тут нас ждет грех. Ну, собственно, знакомая нам локация. Здесь мы убивали Малахая. Три органа. Что-то тут не так. Да, похоже, что наш старый приятель Малахай приготовил нам последний сюрприз. Волшебную рану в сердце моего драгоценного зверя. Она все усложняет, но не настолько, чтобы мы оказались бессильны. Слушай меня внимательно. Сейчас я выпущу души нечестивой троицы из сосуда. Их злоба породит силу, равной которой тебе не доводилось встречать. Придется одолеть их одного за другим и слепить их останки в критическую массу, способную вытащить уголек мрака из лона зверя. Приготовься. Так, и грех выпускает душ. И у нас появляется проход в три локации. Горе Шаврон, страдание Малигара и отчаяние Доэдра. Отправляемся к Шаврону сначала. Здесь локация отличается тем, что периодически появляются вихревые потоки, которые наносят очень быстро урон от молнии. Поэтому стоять в них не нужно, ни в коем случае. Также мы встречаем других противников, наносящих урон от молнии. Наша задача продвигаться вперед. Здесь достаточно все просто в плане геометрии и построения локации. И ищем проход непосредственно на арену битвы с боссом. Вот мы ее нашли. Арена Шаврон. Заходим внутрь. И вот сама Шаврон в немного другом воплощении, уже более призрачном. Но похожие скиллы используют. Это шары молнии запускают периодически в нас свои заклинания. Надо больше двигаться и уклоняться. Так, убили. Отправляемся дальше. Теперь нам нужно навестить Малигара. Эта локация отличается тем, что здесь появляются уже хаотические монстры и потоки, которые наносят урон от физики, если мы стоим в них достаточно долго. Напоминает вихри клинков. Заклинания. Сами противники в основном какие-то пауки и собаки, которые будут наносить урон хаосом. По крайней мере, раньше они здесь были. Да, вот они. И вот эти вихри достаточно неприятные. В них вообще не стоит стоять. То есть, в отличие от локации Шаврона, они наносят больше урона. Все зависит еще и от количества брони, которые у вас есть. Тут еще и Синдикат сбоку. Зайдем. Тут укрепление Синдиката, в принципе, почему бы и нет. Мы по ним соскучились, успели уже. Так, там, судя по всему, Райкер. Да, вот он, Райкер Малоуни. Ух, убил всех зомби наших. Какой все-таки огромный урон. Тут еще и призрак Малигара периодически появляется. Так, Лео переходит в это подразделение. Хорошо. Теперь, где бы нам поднять зомби? Ну, вот в этой куче трупов мы это сделаем. Прокачаем уровень. Вот здесь вот возьмем броню и энергощит, как и планировали. Так, еще один. Все, мы готовы. Заходим внутрь. Малигара здесь тоже в призрачной форме. Различные атаки хаосом и физикой. Это смесь из тех форм, с которыми мы сражались в первый раз и во второй. Сейчас мы уже в третий раз с ним сталкиваемся. По сути, расстреливаем рейнджевой атакой. Все, убили. Хорошо. И осталось доедра. Самый неприятный противник из трех. Причем всегда, на мой взгляд. Локация с ней представляет собой прямой проход, в котором стоят тотемы. В действии этих тотемов мы находимся под проклятиями. Фиолетовые тотемы это путы времени. Зеленые это слабость. Наносим меньше урона. Еще одна слабость. Красные самые опасные. Это уязвимость. Беззащитность, точнее. Мы лишаемся полностью нашей защиты практически. Слабость менее опасный. Путы времени самые неприятные в плане того, что мы медленно стреляем и двигаемся. В принципе, можно их просто пробегать и не обращать внимания, чтобы меньше времени тратить. Так мы и сделаем. Заходим на арену битвы. Вот доедры в своем новом воплощении. Весьма опасный противник. Почему? Потому что в какой-то момент она начинает ставить тотемы, которые будут ауешить по всей локации. И чаще всего персонажи... Ну, мы должны быстро сливать тотем. Либо просто телепортироваться и дожидаться, пока закончится этот каст. И возвращаться вновь на арену. Сейчас мы за счет питомцев достаточно быстро убили. Доедры можем поговорить с грехом. Наша троица наконец-то слилась воедино и стала мерзким духом. Уничтожь это порождение тьмы и выведи нас отсюда. Так он активирует уголек мрака. Черное сердце. Ну что же, отправляемся. Это битва с финальным боссом локации. Страшное чудище. Порочная троица. Объединенные. Все способности всех противников здесь объединяются. И комбинируются. Вот несколько фаз. Мы снесли какое-то количество урона. И теперь нанесли точнее какое-то количество урона. Фаза сменилась. Появилось несколько скорпидов. А вот сейчас они снова появятся. Мы сможем немного перезарядить наши флаконы. Вот. Вот это самый опасный касс. На мой взгляд, вот эта сфера красная. Если вовремя из нее не выйти, это ваншот чаще всего. Практически умерли. Так. Ну что, убили. Да, судя по всему, убили кольцо с аметистом. Ну, возьмем пока что. Так, и мы встречаем старых знакомых Вейлом и Лилия Рот. Скажу без прикрас. Выглядишь ты дерьмовато. Да и воняешь, будто большая свежая куча козьих какашек. Во имя бездны, что с тобой приключилось? С тех пор, как наши курсы пересеклись в последний раз. Но ничего, ничего. А твой любимый капитан Гнилозуб все устроит. За мной ведь должнок. Это твоими стараниями мы с Лилией снова вместе. И насчет Лилии. Как видишь, все-таки хватило храбрости. Я сумел дойти до заставы львиного глаза и повидаться с внучкой. Теперь ума не приложу. Чего это так я беспокоился? Она прыгнула ко мне в объятия, как рыба в воду. Так, словно забыла о прошедших годах. Кстати, тебе повезло, что так вышло, потому как позднее мы отправились тебя искать, чтобы, значит, выразить признательность. Я шел по компасу и слушал волшебный шепот корабля. Не успели мои глаза моргнуть, как взяли курс прямиком на кровь и потроха. И вот, пожалуйста, ты здесь в забытом богами месте. Что еще за расспросы? Хочешь узнать, как великая владычица Мария Лилия Рот нашла твоё непотопляемое тельце на жалком и богом забытом клочке суши? Я думала, ответ очевиден. Мы с дедушкой прибыли сказать тебе спасибо за наше маленькое семейное воссоединение. О том, что ты возишься с ныне дохлым зверем, нашептал ветер. Да и местные рассказали. В общем, мы последовали за тобой и боялись, что найдем только разрозненные останки, раскиданные по всей горе. Но вы только гляньте, как всё обернулось. Наш любимый человечек невредим и бьёт баклуши. Твоё счастье, что волшебная сила не успела выветриться из костей имстерина и Вейлома. Как тебе вообще сюда занесло? Сдаётся мне, ты хочешь уговорить нас взять курс на Ариад. Собираешься раз и навсегда покончить с мерзким башком людоедом Китавой? Не сомневайся, мы с радостью тебе поможем. Тем более, что в руинах Теополиса, как пить дать, остались груды сокровищ, которыми очень нужны новые хозяева. Только скажи им и поднимем паруса. Ну и мы можем выбрать команду, плыть на Ариад. Отправляемся в десятый акт. Ну что, отчаливаем, самое время. Дедуля говорит, что мы поймаем свежий попутный ветер, не иначе, как волшебный. И мы отправляемся в доки Ариада. Это лагерь, теперь уже лагерь. В десятом акте встретим здесь старых персонажей, которыми попрощались в пятом акте после поражения от Китавы. Давайте вернёмся в десятый акт. Для того, чтобы всё-таки узнать, чем закончились наши похождения, нам нужно будет поговорить с Тасуни, потому что наверняка он немного расстроен, что мы отдали бразды правления Ираша. Похоже, судьбе было мало забрать мои глаза. Она коварна настолько, что украла и моё видение. Со смертью нашей дорогой Аюн я собирался повести свой народ к светлому и лучшему будущему, но судьба решила меня помучать и послала тебя. Но я не отчаиваюсь, ведь время на моей стороне. В реклости никто не остаётся с Хихемой слишком долго. Во имя богов и их смерти ты всё ещё не труп. Я не знаю, что произошло, но чувствую некое возмущение. Возможно, это вибрация найденного оружия, которая способна остановить учинённые больными божествами кровопролития. Скажи, что тебе удалось найти. Хотя нет, лишнее любопытство может стоить мне разума, как стоило глаз. Ох, я чувствую едва преодолимую тягу. Это словно стоять на краю обрыва и страстно желать сделать шаг за край. Прошу, уходи, пока эти иступлённые глаза в моей голове не поглотили тело вместе с душой. Насчёт греха. Да, я знаю о тёмном боге, который уселся тебе на плечо. Его образ предстаёт перед моим вымысленным оком, а отзвук его дыхания потрескивает в нашем холодном горном воздухе. Его энергетика не похожа на энергию других богов, которые являлись мне во снах. Он менее враждебен и неравнодушен к страданиям человечества, на которые обрекают нас подобные ему. Господин грех, похожи вы на нашей стране. Ираша. Затем... Затем ты о ней спрашиваешь. Раз эта женщина страшно меня не любит, очевидно, что я не скажу о ней ничего хорошего. Неведомо с чего она вбила себе в голову, что я осредоточуя всех зол. Эдакий слепой, эгоистичный злодей. Сильнее промахунца просто невозможно, если не считать слепоты. Подозреваю, что намерениями Ираша чиста и правда желает племени процветания. Вот только она крепко держится за древние традиции. Слишком крепко. Держась за прошлое, светлого будущего не жди. Мы должны пережить традиции, создать себе будущее, а не цепляться за пыльные страницы истории. Так, ну что же, Стасуни все более-менее очевидно. Грех уже нас ждет в десятом акте. Джун нам хочет что-то рассказать насчет Катарины. Наконец-то нам известно имя, Катарина. Я ее знаю, это могущественный и талантливый некромант, который сбился с пути. Я не представляю, у кого она научилась возвращать мертвых к полноценной жизни, однако кое-что подозреваю. У меня есть основания считать, что за такую силу пришлось заплатить огромную цену. Очень может быть, что она продолжает ее платить, совершая бесчеловечные поступки. Мы должны узнать, где находится ее тайное логово. На карту поставлено слишком многое, мы не можем позволить ей продолжать. Ариат. Я бы ни за что тебе не поверила не увидеть собственными глазами тьму лодок на побережьях Реклоста. Так что, да, боги вернулись, а Ариат пал. Это, мягко говоря, все усложняет. Изгнанник, мне кажется, что Синдикат задумывает создать новое правительство. Жрецы были жестокими, но хотя бы смертными правителями. Если Синдикат и дальше будет набираться сил, они станут править Реклостом и остальным миром безо всякого страха быть свергнутыми. Мы же, как простые смертные, будем вынуждены служить им или пойдем на поддержание цикла смерти и прирождения. Петарус и Ваня. Чем было вызвано землетрясение? Посмертными конвульсиями этого грешного зверя? Я в волшебных делах не разбираюсь, но могу чувствовать порчу, которая прямо-таки сочится из трещин в горе. Добыть этого не может. Зачем тебе было тревожить останки? Милый, прикрой рот, дело более деликатное, чем тебе кажется. Маракеты следили за проклятием зверя вот уже тысячи лет. Они только освободились от этого бремени, а ты вновь притаскиваешь источник тьмы прямо к нам. Это немыслимо и вообще... Правильно, ты бы предпочел жуткое царство грызущихся бессмертных. Очевидно же, что убийца зверя имеет далеко идущие планы. Если сотрясения горы позволяют вышвырнуть богов с рекласта, тогда я ничуть не против слегка потрястись. Что ж, как бы то ни было, по крайней мере, мы есть друг у друга. Насчет Ираши. Перу досталась Ираши, тогда македы спасены. Может, в ее жилах и не чечет кровь в вождей, зато она чтит традиции. Это самое главное. Только подумайте, в какие опасные неведомые дебри мог завести племя Тасуни. Любимый, ты же знаешь, что знакомый тебе зверь на поверку не всегда лучше кота в мешке. Я ухаживала за животными, когда земля ушла из-под ног. Словно бы она вся целиком застонала от боли. А потом издала вопль, громче которого я в жизни не слышала. Гора затряслась, и на краткое мгновение мне показалось, что за всеми жителями макед явилась смерть. Не знаю, что ты там вытворяешь, но очень надеюсь, что гора не пострадает. Она нам как мать, поэтому если какой-то чужак ранит гору, я лично перережу ему горло. Ну что же, все кончилось, тем не менее, хорошо. Мы можем покинуть македы и отправиться в 10-й акт, для того, чтобы пойти навстречу Китаве. Ну, сделаем мы это уже в следующем ролике. Вам большое спасибо за просмотр. С вами был Кардив. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok